Уважаемые коллеги, в рамках реализации третьей институциональной реформы индустриализации и экономический рост правительством были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам индустриальной инновационной политики. В частности, в рамках данного законопроекта планируется ввести сбор за первичную регистрацию автотранспортных средств, а также установить экологические требования в отношении автомобилей. Хотелось бы отметить, что законопроект одобрен Мажелисом, а сейчас находится на рассмотрении в Сенате Парламента Республики Казахстан. И более подробно об изменениях нам расскажут наши гости вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Павлович Рау, заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Тимур Бигбулатович Нурашев, а также заместитель директора Департамента управления отходов Министерства энергетики Безаража Киевна Досмакова. Уважаемые гости, добро пожаловать. Альберт Павлович, Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами регулярно встречаемся в рамках подготовки законопроекта, пакета законов в рамках реализации программы «100 шагов». И регулярно говорим о всех этих направлениях. И, как уже только что было сказано, пакет основной по законопроекту вышел из Мажелиса и сегодня уже находится на рассмотрении в Сенате. Когда законопроект уже фактически был, обсуждался на второе чтение, когда вот эти меры, о которых только что было сказано, это сбор за первичную регистрацию автомобилей, и также система расширенной ответственности производителей обсуждалась, были определенные дебаты, которые попали в публичное пространство, в частности, вот большая статья была в газете «Время», и после этого уже там как бы уже начало активно это обсуждаться в обществе, и поэтому нам сегодня необходимо было сегодня с вами встретиться и разъяснить, скажем так, все вопросы, которые могут быть. Почему? Я хотел бы сразу обознать в самом начале, прошу обратить на это внимание. Создалось такое впечатление, что те меры, которые предлагаются, мы сегодня хотим о них достаточно подробно вам рассказать, что это в дополнение уже к существующим сегодня пошлинам при ввозе автомобилей, в частности, вот в Республику Казахстан, да, и так далее. То есть используются такие приемы, как вот там дополнительная нагрузка, там и так далее, там, вплоть до того, что за счет населения что-то хочется делать. Мы хотели бы сегодня вам это подробно рассказать. В то же время в том же парламенте депутаты задавали вопрос, вообще какое-то это имеет отношение к ста шагам, да, вот эти меры. Здесь хотел бы вот с этого и начать. То есть определенный блок, вот в третьем направлении речь идет о, скажем так, создании инновационного климата, привлечении в страну транснациональных компаний. Это поручение, которое дано, да, и здесь мы говорим однозначно, что мы должны, хотим и должны сохранить те условия, которые на сегодняшний день в стране действуют, скажем, которые защищает внутренний рынок. Это, естественно, все это в преддверии вступления Казахстана в ВТО. Мы знаем о том, что при вступлении в ВТО пошлины снижаются. Также, если сегодня, допустим, когда старый автомобиль завозится в страну, на него есть пошлина, еще есть, значит, когда старый автомобиль завозится, тоже на него начисляется 4 евро на каждый кубик двигателя, такой вот сбор. Этот сбор вообще не предусмотрен в ВТО, он отменяется. Поэтому речь идет о том, чтобы при снижении пошлин и отмены вот этих определенных сборов заменить их на те, которые ВТО разрешает, с тем, чтобы вот этот уровень не снизился. В то же время, официально хотел бы заявить, что при введении этих новых платежей уровень, который сегодня уплачивается, если завозится подержанный автомобиль в Казахстан, не увеличивается. Это значит, что мы сегодня можем вам на расчетах показать. То есть речь идет о чем? Еще раз хотел бы повторить. Значит, у нас сегодня пошлин на автомобиль 30-35%, он будет по годам потом, начиная с 2016 года, снижаться и дойдет примерно до 19%. И, как я уже сказал, чтобы автопром, который сегодня уже реализованный проект, или который находится в активной фазе, такие как строительство нового завода в Усть-Каменогорске, чтобы эти условия для инвесторов сохранить, как раз это и реализуется. Теперь, собственно, о самом сборе. Это то, что касается нашего, скажем так, непосредственного самого сбора. Я попрошу свою коллегу из Министерства энергетики более подробно рассказать о утиляционном сборе, а конкретно речь не идет о утиляционном сборе, речь идет гораздо шире, а расширено ответственность производителей, и мы вам тоже хотим это отдельно рассказать. Так вот, первая моя часть – это как раз сбор за первичную регистрацию. На сегодняшний день сбор за первичную регистрацию автомобиля в Казахстане составляет 0,25 расчетных показателей. Это примерно 500 тенге, да? Когда эта мера будет введена, сбор за регистрацию нового автомобиля останется по-прежнему такой же – 0,25 расчетных показателей. Вот, чтобы понимали просто. Второе – это, если завозится автомобиль возрастом от года до трех, тогда разовый сбор будет составлять 50 расчетных показателей. И если вводится уже больше трех лет возраста, то сбор будет составлять 500 расчетных показателей. В случае, если это будут автобусы и какие-то грузовые машины, то там сбор будет еще выше. Таким образом, мы еще раз говорим, что эта мера вводится как альтернатива, разрешенная альтернативно. Значит, в целом ряде стран, которые мы изучали, потому что это действительно делалось в рамках разрешенных ВТО мер, в целом ряде стран этот сбор существует. Это Венгрия, это Дания, это Болгария, еще целый ряд стран, именно исходя из возраста автомобиля, когда он завозится. Таким образом, эти страны, в том числе Казахстан, вот на новой этапе, здесь вторая цель, которая преследует сбор, это ограничить ввоз в страну подержанных автомобилей. Мы недократно в этой аудитории и в средствах массовой информации говорили о том, эти цифры назывались, мы хотели бы еще раз сегодня их повторить. Что на сегодняшний день в Казахстане 4 миллиона легковых машин. Значит, половина из них в возрасте, значит, средний возраст составляет 19 лет. Через 5 лет, уже в возрасте больше 20 лет, машин будет 70% всех машин в возрасте 20 лет. Ну, средний возраст машины у нас сегодня 19-20 лет, в Германии этот возраст где-то порядка 8 лет. Вот, и, как вы сами понимаете, это и угроза безопасности на дорогах, это официальная статистика Министерства внутренних дел, это и экология и так далее, и так далее. Поэтому скрывать не будем, мы это тоже с вами говорили, да, нами предпринимаются в том числе и меры, что в связи с тем, что и это открыто обсуждалось с нашими партнерами из Кыргызской республики, что в преддверии вступления Кыргызстана в таможенный союз, Кыргызстан наводнен БУ машинами в ожидании открытия границы. Мы уже в этой аудитории заявляли, этого не будет допущено, мы уже меру вводили о том, что этот автотранспорт должен соответствовать техническому регламенту Томоженного союза, который начал действовать в этом году. И вторая мера, которая должна ограничить страну приток машин БУ, это как раз вот эта мера, которая предполагается. Поэтому я хотел бы сегодня открыто сказать, да, что это меры направлены против увеличения доли старых машин. Если сравнить, до вступления у нас в таможенный союз, когда у нас таможенная ставка была ноль, у нас в страну завозилось с те годы, до 2011 года, 10% было новых машин, 90% было старых машин. За последние годы ситуация поменялась в корне наоборот. 90% возимых в страну машин были новые машины, и 9% было старых машин. То, что случилось в начале года с российским рублем и наводнение импортных машин из России, прежде всего, когда это все произошло, больше половины везенных машин с начала года в страну из России, это было опять БУ-машины. Из них 16% в возрасте старше 10 лет. Это, ну, куда опять, куда нам опять идти? Поэтому эти меры в соответствии с этой ситуацией, которая складывается внутри таможенного союза, мы договорились с коллегами, новые машины, пожалуйста, пусть заходят к нам, пусть торгуют со всех стран. Но, значит, БУ этого не должно быть. Вторая, и вот здесь как бы переход такой, как раз к расширенной ответственности производителей. Речь идет, еще раз хотел повторить, не только автомобили, или далеко не только автомобили, что во всех странах существует ответственность товаропроизводителя, который берет на себя, значит, ответственность не только за производство, там, продажи и так далее, но и за утилизацию. Или он это будет делать сам, или он будет это делать, значит, уплатой. Соответственно, в разных странах существуют разные схемы. Ну, вы знаете, что в России существует этот самый утилизационный сбор, который уходит в бюджет, а потом из бюджета там финансируются различные программы по поддержке автопрома, и может поддерживаться, значит, и поддерживается, значит, создание инфраструктуры, утилизации, в том числе и машин. И вот сейчас уже мы давно над этим пакетом работали, ну, это хотя в сфере ответственности наших коллег с Министерства экологии, имеется в виду Министерство энергетики, где этот блок сейчас присутствует, да, но мы совместно над этим работали, и Казахстан принял европейскую систему, когда это будет созданный специальный фонд, который, значит, управляется уполномоченной организацией. Речь идет о том, что бизнес сам будет решать эти вопросы, вопросы ставок, вопросы, значит, каким образом дальше это будет все финансироваться, поддерживаться производство экологически чистых машин, создание инфраструктуры. Но здесь я хотел бы, наверное, одно только акцентировать. Значит, это не значит, что с Нового года это будет введено. Почему? Потому что правительство будет принимать решение, значит, по мере создания инфраструктуры, переработки, вот все, что у нас на отходы идет, да, значит, правительство будет принимать решение. Вот на сегодняшний день, ну, это мое мнение, я его уже несколько раз высказывал, о том, что у нас более-менее создана на сегодняшний день система утилизации автошин. Почти в каждой уже области есть это, и, наверное, мы будем с коллегами, наверное, вместе рассматривать, из Министерства экологии, как раз, что, возможно, можно будет первым ввести вот это. Это, ну, представляете, сколько сегодня шин уходит на промышленных предприятиях, в личном, да, пользовании, когда шина изнашивается. Куда это все девается? Это сжигается, это, значит, все это идет на свалки, и у нас растет объем этих свалок, хотя, в принципе, у нас сегодня уже много заводов в стране стоит, и даже в той же Астане, значит, начинался, вы помните, проект был неудачный, вот, именно потому, что не было вот этой ответственности, что легче было его выкинуть, этот баллон, использованный, чем сдать его на этот завод. Вот, поэтому как раз эта система предполагает обязательность, и как я уже тоже, как-то вот, по-моему, на форуме машиностроителей, я выступаю, я этот пример привел, что в Германии ты сначала сдаешь машину на утилизацию, потом с этой справкой идешь в ГАИ и снимаешь ее с учета. У нас ты снимаешь ее с учета, куда она завтра делась, и это уже никого как бы не волнует. И, соответственно, БУ запчасти могут и, наверное, идут на рынок, кислота из аккумулятора сливается, масло сливается, свинец, в лучшем случае, если его соберут, а в худшем случае он тоже идет в захоронении, и все это токсично. Поэтому, значит, мы все-таки такой серьезный шаг сделали, именно направленный прежде всего на, значит, улучшение экологии в стране. Потому что вы видите, процент пластиковой посуды, все, что это, все это все, это все разлагается сотнями лет, это все остается здесь у нас. А во всем мире это давно уже индустрия. Индустрия достаточно прибыльная. Если так вот взять ту часть, которую можно утилизировать, в принципе, переработать, во вторичную пустить, то если даже брать рабочие места или свалка просто закопали, или в переработку, это можно на одном и том же количество рабочих мест просто в 10 раз увеличить. И это нормальный бизнес во всем мире, и прибыльный, и эффективный с точки зрения ресурсосбережения. Вот, значит, поэтому мы считаем, что это даст просто такой вот, что ли, толчок, значит, очень серьезные предпосылки для того, чтобы просто новая индустрия даже появилась в стране. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть. У нас две темы. Первая – это разовый сбор. Вторая – расширенная ответственность товаропроизводителей, которые я просил бы их просто сильно не смешивать. Хотя они преследуют примерно одни и те же цели. Это и защита внутреннего рынка, и, значит, недопущение, значит, увеличение вот этой доли старых машин, и в последующем, значит, эффективную всю эту переработку, переработку вот этой промышленной продукции, изделия, которые уже там бывшие в употреблении. Вот, наверное, для начала, если у коллеги что-то будет с министерством, пожалуйста, дополните. Добрый день. Альберт Павлович уже как бы вкратце сказал, но я добавлю, что законопроектно предусматривается утилизационный сбор, который непосредственно будет отечественными производителями и также импортерами уплачиваться оператору на банковский счет. Соответственно, будет определенный оператор правительства, бизнес сам будет регулировать данный процесс. На сегодняшний реализация сама методика, также плата, это все будет утверждена методикой отдельной, который будет утверждаться у полномочного органа в области охраны окружающей среды. И, соответственно, утверждение будет так же. Сегодня принцип РОП уже работает в европейских странах, так и в соседних регионах нашей страны СНГ, это Белоруссия, Россия. В настоящее время мы пока вводим постепенно по мере готовности бизнеса. Как только у нас, как бы, сейчас мы вводим новый инструмент, поэтому это будет постепенно и на другие отрасля производства также распространяться. Допустим, там электронное оборудование, упаковщики. Но как бы данная мера, она необходима и приведет, конечно, прежде всего, улучшение окружающей среды, это уменьшение нагрузки на окружающую среду с уменьшением именно объемов отходов. У нас ежегодное количество объемов твердых бытовых отходов растет, как и промышленных, поэтому, как бы, это необходимая норма. Она работает уже в странах, в других странах, в том числе европейских. Как бы, новое понятие, новый принцип. Благодарю вас, уважаемые коллеги. А теперь перейдем к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос. Первый канал Евразия. Здравствуйте. Алексей Макитюк, Первый канал Казахстана. Хотелось бы все-таки уточнить. В данный момент, получается, компаний и предприятий, которые вы полностью перерабатывали весь автомобиль, в Казахстане не существует, если запускать такую меру? Или будут ли от государства стимулы на создание таких компаний? Значит, как я уже сказал, не было никаких законодательных, нормативных предпосылок, чтобы эта отрасль функционировала. То есть я вам пример, самый яркий пример привел, когда здесь в Астане открылся завод по утилизации шин, но поскольку не было никакой обязательной нормы, и, соответственно, ни у кого не было никаких стимулов туда ему сдавать. Поэтому, естественно, коли этого не было, нет у нас сегодня и специализированных таких предприятий. Поэтому как раз и предполагается, что и импортеры, и производители будут этот сбор экологический, назовем его, или в рамках ответственности производителя будут уплачивать этот фонд. Соответственно, это европейская модель. С этого фонда и будут поддерживаться предприятия, которые будут развивать, значит, вот эту переработку. Это предполагается. Казарадио, пожалуйста. Пазарбай, Ерисулу. Елімізде қанша машина құрастыратын зауды бар, жалпы қаншалықты қамтамасыз ет отыр елімізде. Сосын, машина өндіріс, біз жалпы құрастырус мемлекетпіз. Енді осыны, егер машина өліп тауып, осыны жүзеге асырам дейтін ғалымдар боса, бізде қаншалықты жағдай жасылған. Сосын, машина қаншалықты жасылған. Сосын, машина қаншалықты жасылған. Сосын, машина қаншалықты жасылған. Бұл жабалардың нәтижесінде қарғанда, екі жүз мұн жылына автомобилдер шығарады. Рахмет. Сеге Рахмет, демнатор КИЗ. Здравствуйте, Саби Байбусин, 24 КИЗ. Все-таки хотелось уточнить по цифрам касательно утилиционного сбора, известно, неизвестно, хотя бы примерно. И второй вопрос. В этом году на поддержку отечественного автопрома было выделено 20 миллиардов тенге на выдачу автокредитов. Потом было объявлено еще о дополнительной сумме. Эффект программы на сегодняшний день. Спасибо. Если позвольте, со второго вопроса начну. А по ставке утилизационного сбора моя коллега ответит. Но я еще раз хотел бы вас попросить. Сегодня больше всего вопросов вызывает как раз разовый сбор за первичную регистрацию. Которая, я сказал, будет 50 или 500 расчетных показателей. Там сумма достаточно понятна. Тимур Бекбалатович, пусть на примере пару моделей расскажет вам, как сегодня действует. Это расскажете. Хорошо? То, что вы спросили по автокредитованию, я коротко вам скажу. Действительно, в этом году в рамках поддержки в целом отечественной промышленности из национального фонда, когда деньги выделялись. Значит, с начала года выделено на автокредитование физических лиц 10 миллиардов. И на кредитование юридических лиц 5 миллиардов. Это речь идет об автобусах и коммерческом транспорте. Значит, автокредитование у нас идет через банки второго уровня. Каждый банк там имеет определенную сумму. И фактически на сегодняшний день эти деньги практически освоены. То есть, необходимо количество договоров заключено. А вот юридические лица, то, что я сказал, автобусы, коммерческий транспорт, да, это идет через дочернюю структуру Банка развития Казахстана, БРК Лизинг. Значит, там 5 миллиардов тоже идет достаточно успешно. А уже эти средства, поскольку осваиваются, то сейчас готовится правительственное постановление в рамках перераспределения определенных статей, что еще будет 10 миллиардов выделено. Мы считаем, будет 10 миллиардов выделено для автокредитования физических лиц, поскольку заявки от наших граждан поступают. Значит, мы считаем, что программа эффективная. Она много лет, примерно начиная с 2008 года в России используется. Мы этот опыт постоянно смотрим. Именно в период такой непростой для отечественного автопрома государство поддерживает, прежде всего, граждан, да, за счет низкого процента, значит, автокредитования, и потом это срабатывает. Поэтому мы считаем, что эта программа сработала. Почему? Потому что, еще раз хочу сказать, сегодня самое большое падение в промышленности, это именно в автопроме. И это именно из-за того, что, значит, первое, это вот то, что в начале с Россией произошло, потом введение плавающего курса, у нас объем производства снизился в два раза. Но вот я сегодня получил первые данные о итогах работы промышленности страны за 9 месяцев, значит, по-прежнему 50% падения, но автопром с сентября к августу уже показал подъем в полтора раза. То есть мы в сентябре уже произвели, по сравнению с августом, в полтора раза больше машин. И мы считаем, что вот как раз программа автокредитования, она тоже этому способствовала. Спасибо. Пожалуйста, по поставке, вот конкретно, чтобы это понятно было. Ну, мы провели непосредственно специальные расчеты. Взяли, например, наиболее распространенную марку, то есть взять Toyota Camry объемом 2,4-2,5 литра двигателя, то как повлияет введение сбора за первичную регистрацию на стоимость этой машины в зависимости от года выпуска, соответственно. Вот если взять, начнем, допустим, с периода 3-5 лет автомобилю, то сегодня у нас существует специфическая ставка таможенной почты в размере 2,15 евро за кубик. То есть сегодня это 5 676 долларов на один автомобиль. Это та таможенная почта, на которую уплачивается сегодня импортером машины. В результате у нас на рынке складывается цена в районе 14 600 долларов. Мы посмотрели специально по колесам. Разбег цен, конечно, большой, начиная от 11 до 17 тысяч. Но вот именно цена, когда заводится импортная автомобиль, выходит на 14 500 долларов. Что же получается после введения сбора за первичную регистрацию? Ну, во-первых, у нас таможенная почта падает с 2016 года до 19% с 2016 года. И она будет составлять для такого автомобиля 1710 долларов. То есть вы заметили, да, было 5 500 долларов, становится 1700 долларов. Никакой специфической ставки уже нет. Причем данная почта в дальнейшем, в течение года в год, она еще будет по каждому проценту падать. То есть в 2017 год она становится 18, и дальше до 15% доходит в течение пяти лет. Теперь вот эта разница, которая образовавшаяся экономия, будем так ее называть, на нее будет формироваться сбор за первичную регистрацию. То есть если мы говорим о 500 МРП, то это 3670 долларов. В результате у нас цена автомобиля выходит на ту же самую цену, которая и сегодня существует, ниже, минус 300 долларов. Но это я взял машину, которая от трех до пяти лет. Если мы возьмем машину старше пяти лет, то здесь, конечно, разница гораздо больше получается. То есть здесь специфическая ставка 4 евро за кубик, и таможенная почта составляет более 10 тысяч долларов за автомобиль. Соответственно, а пошлина, точнее, сбор за первичную регистрацию остается таким же 3170. Но здесь, конечно, у нас разница получается аж в 5 тысяч долларов. Естественно, вот эта оставшаяся разница будет закрываться за счет утилизационного сбора. Что касается новых автомобилей до трех лет, здесь у нас разница появляется в 2,5 тысячи долларов. Вот за счет именно введения первичного сбора за регистрацию. И поэтому мы таким образом будем стимулировать... То есть получается, что покупатель платит сегодня за новую машину, и сколько он будет платить потом, он будет платить меньше. Тимур Бигабарович, однозначно он будет платить меньше на пару тысяч долларов. Чтобы это просто прошло, потому что, я еще раз повторяю, вот как-то в прессе появилось, что к существующим добавим еще столько же, и там грузим. Никто никого не будет грузить. Это все или столько же, или даже меньше. Что просто мы вас просим, чтобы это сегодня понять. Что касается утилизационного сбора, она будет рассчитываться по методике, в зависимости от объема двигателя, от года выпуска, и также по другим продукциям, например, по бутылкам. Тоже нужно от количества объемов знать. Тогда будет рассчитываться именно уплата. Ну и все-таки, вот как-то здесь звучало, я как-то уже, по-моему, приводил пример где-то с журналистами, да, что примерно пластиковую бутылку сбор будет составлять меньше одной ТИИНКИ. Правильно? 0,18 ТИИНКИ будет составлять сбор за вот утилизацию пластиковой бутылки. Соответственно, когда он выпускает ее с конвейера, он уплачивает вот в этот фонд 0,18 одной ТИИНКИ. Но тем не менее, это вместе потом эти деньги пойдут на поддержку производства по переработке этой бутылки. И потом в последующем за саму переработку предприятие будет получать. То, которое эту пластиковую бутылку переработает. Спасибо. Костак, да? Пожалуйста. Информационный агент Костак, Боржа Маканов. Альберт Павлович, как Вы можете прокомментировать информацию о планированном запрете ввоза ряда товаров в ЗИЭС? Это автомобили, аккумуляторы, в частности, Азия-Авто предоставить право на ввоз автомобилей из России. Значит, давайте, коллега, будем здесь разделять. Первое. Ни о каком запрете прямом ввоза каких-то товаров, ну, по крайней мере, в сфере промышленности, нет и нет. Я не знаю, откуда вообще эти вопросы берутся. Вот, ну, откуда Вам он достался, да? Ну, тем более, в условиях таможенного союза, ну, никаких предпосылок к этому нет. Поэтому это, если какая-то страна вводит, это потом становится разбирательством на самом высоком уровне. То, что Вы спросили по Азии-Авто, этот вопрос должен прозвучать следующий по-другому. И это тоже, как сказать, тема есть, значит, в прессе и в интернет-пространстве. Это то, что было приказом нашего министерства, введено лицензирование импорта. Значит, действительно такое есть. И речь идет как раз о том, чтобы сегодня автомобили могли продавать только те компании, у которых есть прямое представительство заводов-изготовителей. Завод-изготовитель может нескольким дать, с кем он хочет работать. И поэтому это просто упорядочение в интересах, опять же, покупателя. Потому что у нас, когда эти российские, как в начало года, вот это, значит, сколько у нас автомобилей пришло, у нас же, Вы обратили внимание, у нас авторынки появились чуть ли не на каждом шагу. Завтра они продадут машины, уйдут с рынка, а где завтра ответственность? За гарантийное обслуживание, в конце концов, за какую-то безопасность. Поэтому в Европейском Союзе уже несколько десятков лет все автосалоны имеют прямую доверенность от заводов-изготовителей. Мы тут ничего нового не придумали. И опять же, мы не считаем, что это какое-то ограничение. У нас конкуренция развита достаточно. Вот я вчера только с выставки, она в этом году, может, не такая масштабная была, вот здесь вот в корме, да? Но я посмотрел, в принципе, ассортимент большой, конкуренция очень сильная. Я вот вчера первый раз увидел, допустим, иранские машины, но полностью иранская разработка, санкции, под которыми находился Иран, отвлекусь, может, чуть ли, да, на пользу пошли. Им никто не давал технологии, нормальные машины, недорогие, экономичные, вот вчера были на выставке. Поэтому конкуренция, я считаю, у нас достаточно острая, и это ни в коей мере не приведет к тому, что, значит, какое-то будет ограничение для покупателей. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. субтитры. .